Воды холодной уже нет неделю. Приходится мыть кипятком, пока еще вода не слилась, более-менее с работы не пришли. А потом будем обжигаться. Огненная вода вызвала агонию у жильцов. Доватора 28 с виду приличная сталинка. По факту настоящая душегубка. Вторую неделю жильцы сидят без холодной воды из-за аварии в доме. Кипяток из крана превращают квартиры в парилку. И кажется, помощи ждать неоткуда. Я звонила в жилищную инспекцию. Там женщина взяла трубку и она сказала, ваш дом относится к муниципалитету, к администрации города. Пусть вам Котова воду подвозит. Вот так она ответила. Вода льется горячей, а прием коммунальщиков ледяной. Жильцы жалуются, что управляющая компания не хочет решать проблему. По их словам, они даже пытаются избавиться от старого дома и перекинуть ответственность на другую управляйку. Десятки заявок на устранение аварии не дали никакого результата. Эта управляющая компания не выполняет свои обязанности и все время, как туда не приедешь, все время обещают, но обещания свои не исполняют. 9 числа отключат и горячую воду, мы будем вообще без воды. Сейчас без горячей воды сидят две семьи и два коммерческих помещения. Больше всего не повезло арендатору подвала. После затопления холодную воду отключили, мужчина предоставил доступ для слесарей, но вместо ремонта и решения проблемы получил сказочную версию от коммунальщиков. Уже оставил заявку через два дня, что воды по колено, никто не реагировал. Потом приехал слесарь, через некоторое время сказал, что здесь грунтовые воды, речка. На таком уровне же не может речка вытекать, она же будет ниже вытекать. Девушка сказала просто поставить желоб и в унитаз, чтобы все стекало. Александр жалуется, что коммуникации в подвале давно требуют ремонта, а труба с горячей водой вот-вот лопнет. Лопается терпение и у жителей. Всех сотрудников управляющей компании они уже знают по именам. Коммунальщики уверяют, что арендаторы с первого этажа не пускают слесарей к трубам. При этом предлагают жильцам самостоятельно договариваться с хозяином магазина. На очередную жалобу от жителей в управляйке отреагировали радикально. Сегодня в 13.00 запустят воду. И стопят. Этот своеобразный ультиматум от управляющей компании разозлил жильцов еще больше. Сейчас они между двух огней. Остаться совсем без воды или топить свой же дом. У управляющей компании еще есть время поступить разумно и начать выполнять свою работу. А пока жильцы готовят обращение в прокуратуру.